Ребят, сегодня я буду рассказывать вам очень коротко о том, как справиться с навязчивыми мыслями сойти с ума, с навязчивыми мыслями убить кого-то, причинить кому-то вред. Это частая проблема в тревожно-фобических расстройствах. Данная лекция – это продолжение лекции о панических атаках. Я вам сегодня в 10 минутах постараюсь рассказать самое главное, что вам нужно понять и делать, чтобы справиться со страхом, причинить вред, заболеть с ПИДом, потерять контроль, заболеть сойти с ума. Значит, во-первых, посмотрите лекцию о панических атаках, потому что там я рассказываю очень много принципов физиологии, из-за которых у вас возникает вот это состояние. Если говорить коротко, то страх сойти с ума является ничем иным, как еще одной формулой избегающего поведения и трактовка его как опасная. Ну, например, только если в паническом расстройстве, смотрите, у вас возникает вегетативное напряжение, которое идет в голове, что со мной, да, то у ОКР-щика в голове возникает что? Какая-то мысль или образ, пишем. Это то, чем мы сегодня будем оперировать. Сейчас для себя кое-что запишу. Итак, чтобы справиться с навязчивыми мыслями, нужно понять, что такое образ. Образ – это мыслеформа, которая проходит у нас в голову практически всем. Образ. Все мы в течение жизни думаем абсолютно разные образы. Сексуальные, фантастические. Мы можем думать все, что угодно. Какую-то сексуальную историю. Убийство, расчлененку. Мы можем компилировать совершенно разные образы, и это абсолютно нормально. То есть думать о том, что вы берете пистолет, кого-то там убиваете, трахаете свою начальницу, я не знаю, там, делаете все, что угодно, это просто образы, и это абсолютно нормально. Берете ножи, убиваете всю свою семью, это просто образ. Теперь смотрите, что происходит у ОКР-щика и у обычного человека. Вот сначала, чтобы вы поняли, как происходит у обычного человека. Обычный человек себе, например, представил, что он берет ножи и убивает всю свою семью. Для него это просто образ, для него это просто мысль и фантазия. Он, например, испытывает разные образы, разные мысли. Обычный человек над этими образами не испытывает никаких эмоций. У него нет никакой эмоции, потому что они для него абсолютно безразличны. Ну, мало ли, что он подумал. Он может думать о чем угодно, понимаете, там, расстрел детского сада, насилие, расчлененка сексуальная. Для него это просто компиляция в голове. Он эту компиляцию никак не, пишем, никак не осуждает и никак не оценивает. То есть, у него нету какой-то оценки самого факта того, что он об этом думает. Поэтому эмоций никаких нет. Поняли все это? ОКР-щик – это человек, который, во-первых, по принципу своему очень нормативный. И для ОКР-щика вот этот, я буду зелененьким рисовать, вот эти образы, они сами по себе его, как бы, как он считает, характеризуют. Понимаете? То есть, если обычный человек думает все, что угодно, и он эмоций не испытывает, то нормативный ОКР-щик, думая о каких-то образах эмоций, испытывает. Поняли? И вот этот базовый физиологический момент очень важный. Почему? Потому что ОКР-щик, думая об этих образах, испытывает эмоцию страха. Пишем, страх. И вот здесь кое-что случилось страшное. ОКР-щик спутал страх с желанием. Он просто не смог идентифицировать эмоции. Восклицательный знак ставим или пишем в комментариях что-нибудь сейчас. Ну, не сейчас, а когда будете смотреть. Еще раз, смотрите сюда внимательно. Обычный человек может подумать все, что угодно, и у него к этому нет никакой эмоции. Вообще нет. Мало чего я подумал. А ОКР-щик, нормативный человек, подумал о чем-то, и он испытал эмоцию, потому что он считает, что это плохо, это неправильно, нецензурно. Это говорит о том, что он плохой человек. И помимо этого, он испытал страх, что он вообще об этом думает. Так вот этот страх ОКР-щик спутал с желанием. И ему показалось, что вот эта эмоция и вот это чувство, которое возникло у него на эти образы, это желание сделать это. И он перепутал желание со страхом. Вот почему психиатры, когда диагностируют эту вещь, он говорит, вы этого боитесь, он говорит, я очень этого боюсь, я боюсь причинить матери вред, я боюсь взять ножи, я боюсь заболеть спидом, я боюсь заболеть этим, я боюсь, 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 боюсь. И проблема ОКР в этом смысле обсессии заключается в том, что он спутал страх с желанием. Он подумал, что если он об этом думает, и у него какая-то эмоция, то это какое-то желание. Так вот на самом деле у вас нет желания, у вас есть страх, который как раз-таки говорит об отсутствии желания. А у больного человека, пишем, нет желания, а у больного человека это не работает. У больного человека есть образы, есть фантазии, например, и он не испытывает по этому поводу страха в этом смысле. Поэтому у него и рождаются и желания, и действия. А у ОКР-щика диаметрально противоположная история. Он испытывает образы из-за нормативности, оценивает их как ужасные, плохие, недопустимые, испытывает страх, страх путает с желанием и начинает делать следующее. Из-за этого желания он пытается все контролировать, как он кажется, что он испытывает желание. Он начинает приклюсовывать сюда контроль. И вот что происходит. Он говорит, если мне пришло в голову эта мысль, это значит, что я могу этого захотеть. Надо все контролировать и эти мысли контролировать, чтобы этого не сделать. И вот тут замыкается навязчивая мысль. Пишем, навязчивая мысль – это мысль, подвергнутая контролю во имя ее нереализации. Все это поняли? Навязчивая мысль – это мысль, которая подвергнута контролю во имя ее нереализации. То есть, ОКР-щику пришел образ в голову, что он берет ножи и убивает всю свою семью. Для него эта мысль вызывает жуткий страх. Он страх путает с желанием и начинает контролировать эту мысль, чтобы не допустить ее реализации. Все это поняли? Вот так возникает зацикленность. Зацикленность возникает потому, что мы пытаемся контролировать эту мысль. И выглядит это следующим образом. Мне пришла мысль в голову про ножи. Это плохо, это ужасно. Кажется, я могу этого захотеть. Я спутал страх с желанием. Чтобы этого не сделать, надо контролировать эту мысль. Она у меня в голове. Я думаю об этом. Я думаю об этом. Так, где ножи? Где ножи? Я думаю об этом. Так, я думаю об этом. Отконтролировать. Я думаю об этом. Так, только бы это не сделать. Только бы это не сделать. Только бы это не сделать. Так, чем это в голову приходит? Когда это закончится? Когда это закончится? Все. Это зависло. Чтобы избавиться от ОКР, надо понять первое. Все люди думают о ножах, о расстрелах, о насилии, о расчлененке, о порнографии, о заболеваниях. И любой человек может скомпилировать любой образ в своей голове. Абсолютно. Любой. Разница между тобой и разница между обычным человеком в том, что одни и те же образы вызывают, как ты видишь, совершенно разные эмоции. У обычного человека к этим фантазиям и образам нет осуждения, а у тебя есть. Первое. Второе. Обычный человек из-за отсутствия эмоций и отсутствия осуждения не возникает страха. То есть, как только ты что-то подумал и это вызывает страх, страх путается с желанием, желание реверсирует контроль. Следовательно, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, тебе нужно научиться отпускать контроль и делегировать эти образы абсолютно спокойным образом, как мы делали с паническими атаками. Например, тебе пришла мысль в голову про ножи. Ты автоматически, естественно, ее испугаешься и попытаешься проконтролировать, чтобы ее не думать. Твоя задача, когда пришла тебе мысль в голову, то очень четко должен себе сказать, что это образ, которого я пугаюсь, потому что я слишком люблю свою семью. Я слишком хочу быть для нее хорошей. Или, например, образ шизофрении. Я его боюсь, потому что я хочу для своей семьи успеть многое сделать. Я не хочу упасть в грязь лицом. Или образ гея-лесбиянки СПИДа. У меня приходит, я этого боюсь, потому что я не хочу, чтобы родственники плохо обо мне подумали. Я хочу всем понравиться. Я не хочу стыдиться. Я не хочу испытывать стыд из-за каких-то болезней. Я хочу посмотреть и помочь своим детям, как они вырастут. И все эти образы, которые приходят мне в голову, это метафора страха моего желания быть для своей семьи, быть перед своими детьми ответственной. Например, страх ножей. Убить ребенка ножом – это образ, который может прийти абсолютно любому человеку в голову. Но именно мать, которая очень сильно нормативная, будет испытывать страх по этому поводу, потому что она будет говорить, это метафора того, как я буду плохой матерью, только бы этого не было. Спутает страх с желанием и будет пытаться контролировать эту мысль. Поэтому главная фишка работы с навязчивыми мыслями – понять, что вы спутали страх с желанием. Страх с желанием. Вот что вы спутали. У вас нету желания и мысли не рождают действия. Пишем. Мысли не рождают действия. Образ или мысли – желание, действие. Смотрите. Мысли, желание и действие не равны. Сейчас внимательно всем, пожалуйста. Товарищи ОКРщики. Мысли, желание и действие, между ними нету знака равенства. Например, вы можете думать о чем угодно, совершенно относиться к этому пофигистично и, естественно, этого не хотеть и не делать. Например, вы подумали о том, как вы берете камень и кидаете соседям в окно. У меня к этой мысли абсолютно равнодушное отношение и нет никакого желания. Или, например, у меня есть мысль о том, как трахнуть мою секретаршу. И у меня есть такая мысль. Есть вариант, что у меня не будет никакого отношения к этой мысли. А есть вариант, что у меня будет желание. Но я могу это сделать, а могу не сделать. Это уж мой выбор. Или у меня есть мысль трахнуть мою секретаршу. У меня есть желание и есть действие. Так вот, ОКРщики думают, что это всегда равно. Им кажется, что у них, если пришла какая-то мысль в голову, то это значит, что у них есть желание, а это значит, что они это пойдут сделать. И поэтому надо это все контролировать. Так вот, здесь, ребята, вы ошиблись. Ваш страх – это и есть концепция про то, что у вас нет желания. То есть страх, который вы испытываете, это и есть диаметральное доказательство, что у вас нету к этому ни желания, ни действия. Поэтому ОКРщик, который боится всего этого, будет последний человек на планете, который что-то сделает. Они спутали просто страх с желанием. И поэтому пытаются это контролировать, эту ветряную мельницу. Еще раз говорю, мысли, желания и действия совершенно не равны. Если тебе пришла мысль в голову про ножей, про убийство своих детей, и ты боишься этого, это отсутствие желания этого делать. И тебе совершенно не нужно это контролировать. Тебе надо работать не с тем, чтобы избежать какого-то действия благодаря мыслям, а тебе надо работать со словами. А почему? Пишем. Механика работает. А почему для меня эти образы вызывают такой страх? То есть работать надо не с мыслями, а работать надо с вопросом, почему для меня эти образы вызывают такой страх, который я путаю с желанием и там закручивается. Почему моя соседка, думая про ножи, про шизофрению и так далее, не осуждает эти мысли, а я осуждаю. И ответ там очень простой. Это нормативная цензура. Я могу модерировать и цензурировать даже свои мысли. О чём думать хорошо, о чём думать плохо, о чём думать нормально и о чём думать ненормально, чём можно хотеть, чё хотеть нельзя. Вы с этой цензурой, сука, не родились. Вам её навязали. Вы привыкли думать, что так думать опасно, так думать плохо, так думать не надо, потому что если я думаю, это ужасно, потому что вы всю жизнь воспитывались по формуле подавления своих чувств. Поэтому у вас и мысли, которые приходят в голову по этой формуле осуждаются, нормально или ненормально, нормально или ненормально. Поэтому, когда вы родили ребёнка, и у вас пришла тревога за его безопасность, за его комфорт, вы же нормативная девушка, и у вас первая мысль, а как я могу нарушить безопасность и комфорт, буду плохой матерью. И вы видели нож на кухне, потому что он есть у всех, и у вас мысль, ой, чё это я про нож подумала, а может быть, ой, страх, ой, контроль, и пошло-поехало. Работать надо исключительно с вопросом, почему для меня образы являются такими опасными. То есть, если вы научитесь относиться к образам про ножи, про балконы, про верёвки, про шизофрению, про спиды и так далее, как обычный человек со словами, слушайте, я могу подумать о чём угодно, и дальше чё? Я могу вообще сейчас представить, что я заболела этим, 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 всех расстреляла, всех убила, дальше чё? Как мои образы, вообще как мои образы связаны с каким-то моим желанием и с действием? Я вообще могу рисовать любой кинотеатр у себя в голове, вообще любой. Я вообще могу в голове представить, что меня ебут 50, я не знаю, там, афроамериканцев. Но при этом у меня к этому желания никакого нет. Я могу это представить, но желания нет. Я могу представить, что я, там, я не знаю, там, расстреливаю, там, взрываю андронный коллайдер, но при этом я вообще понятия не имею, как андронный коллайдер выглядит даже. Вы должны понять, что терапия навязчивых мыслей лежит в плоскости обесценивания образов, как ужасные и недопустимые. И это и есть наша с вами работа. Спасибо. Ну что же, дорогие мои, здесь надо уже стоп, да, сделать для этой вырезки про ОКР. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, что вы получили для себя огромное количество информации с точки зрения психотерапии неврозов, физиологии головного мозга. Я надеюсь, что вы записали, зарисовали. Я надеюсь, что все эти схемы физиологии останутся с вами и что вы этот ролик будете смотреть на Ютубе. Он будет вам помогать, он будет помогать вам справляться и откроет вам глаза на то, что много лет или там месяцы вы не могли понять, не могли узнать. И я искренне желаю вам здоровья. С вами ничего плохого не случилось. Случилось исключительно непонимание первичных физиологических моментов. Ну а дальше вам нужно устранить все эти непонимания, отработать катание на волнах адреналина, перестать избегать мест по принципу стимул-реакция, научиться вернуться к полноценной жизни с точки зрения передвижения и этих рефлексов, но сама по себе базовое напряжение останется, потому что есть основная проблема, которая называется расстройство чувств и эмоциональной сферы. Это связано с вашей личной жизнью, профессиональной, внутренними противоречиями, цензурой, которая подавляет ваше искреннее желание и чувство. Там очень-очень много всего. Но об этом у нас уже на сезонах. Если кто хочет, приходите на 17-й, он начинается 2 декабря 2019 года, либо посмотрите на мой сайт красиковалексей.рф, когда будет ближайший сезон. Спасибо, будьте здоровы. Школа эмоционального интеллекта с вами прощается. Хорошего настроения. И запомните, ничто вам не угрожает. Ни адреналин, ни вегетатика. Это не опасно. Это просто привычка к рефлексу безопасности. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok